Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Огромное спасибо, что заглянули! Я решила послушать вас и внести некие изменения, разнообразия. Приготовила суп, который по рецепту назывался Американский сырный суп. Он с креветками, хотела сказать. Нет. Он с брокколи, с сыром и со сливками. Я уже успела попробовать немного. Получается очень вкусно. Посмотрите, какой он наваристый и классный. Чем-то мне напомнил грибной суп по вкусу. Очень вкусный. Будем сейчас пробовать. Дальше здесь у нас две шаурмы, небольшие корняшоны. Как всегда, оливки. Мой любимый молочный ломтик от Kinder. Посмотрите, какая классная шаурма получилась. Просто супер-пупер. Я себя не вижу. В этот раз тоже я снимаю на телефон. Под прошлым видео столько было положительных комментариев по поводу качества. Всем так понравилось. Мне на самом деле немного проще снимать на телефон. Просто единственный минус. Я не вижу себя. Ну а так монтирует скидывает все намного быстрее. Экономия времени просто максимальная. Я, кстати, сделала себе новые ноготочки. Смотрите, как красиво. И мне они настолько понравились. Мне кажется, это самые удачные ногти за всю историю того, что делаю себе маникюрчик. Весь процесс, естественно, сняла. Уже успела выложить на другой свой канал. Но сюда, не знаю, переозвучивать, выкладывать или все-таки не стоит. Потому что просмотров мало. Возможно, большая часть аудитории уже успела посмотреть на зорбачанском языке. А может быть... Хотя нет. У меня разная аудитория на каналах. Ничего, влоги у меня особо никогда большие просмотры не набирали. Моя аудитория подписалась на мой канал из-за мукбангов. Какая нежнятина. Поэтому требует, чтобы они смотрели влоги. Как-то странно будет. Вчера вообще переписывали с одной из моих подписчиц. И она мне говорила о том, что я ее замотивировала. И она тоже хочет начать открыть канал с мукбанками. Но просто не знает, стоит ли это делать. Потому что нажав вот в России. Говорят, что в России YouTube заблокируют. Хотя я уже вижу результаты на себя. YouTube замедляют. Люди заходят через VPN. Естественно, доход мой чуть-чуть подрос. Но я думаю, что просмотра будет становиться все меньше и меньше. к сожалению. Конечно, будут люди, которые готовы обойти все эти ограничения, заходить через VPN, куда они хотят. Но все равно есть люди, которые не смогут это сделать. у меня вот брат говорит, что у них на телевизоре уже не работает. А в телефонах работает. Ну, кого как? у меня там Ну, как? Ну, У меня просто уменьшилось число просмотров из России и увеличился доход. Вот так вот. Но я думаю, что, скорее всего, с этим что-то сделают. К сожалению, я думаю, эту лавочку тоже прикроют. Стоит ли сейчас начинать развивать свой YouTube-канал? Вопрос, конечно, спорный. Когда я начинала, мне в какой-то степени даже повезло. Но повезло, что было не так много мукбанкеров. Я как бы успела за короткий срок набрать большую аудиторию. Сейчас я смотрю, начинающие мукбанкеры снимают классный контент, но аудитория у них набирается очень медленно. Поэтому они уходят на Инстаграм, потому что там проще. И продают недорогую рекламу. Я такой человек, мне очень сложно контактировать с рекламодателями. Я беру минимум количества рекламы. Мне проще зарабатывать все-таки с монетизацией. То есть, условно говоря, я выложила сегодня видео. Я знаю, что, например, я заработаю энную сумму с этого видео. Я уже могу рассчитывать на эти деньги. А с рекламодателями работать не так уж и легко, как кажется, например, со стороны. Ты можешь снять рекламу, например, да? Им элементарно, может, что-то не понравится. Например, на заднем фоне. Что-то не понравилось, и они просят тебя переснять это. А переснять это опять сесть, накраситься, заново все это скасать, смонтировать. И обратно еще раз отправить им на одобрение. Это все время. Да, так можно заработать больше. Но все же. Что я могу посоветовать? Вот, наверное, начать развиваться в какой-то соцсети, которую точно не заблокирует. Например, в YouTube или ВКонтакте. Я не знаю, как там дела обстоят с монетизацией. Но я смотрю, что некоторые блогеры перегоняют свою аудиторию именно на Рутуб. Значит, там за просмотр нормально платят. Я просто делаю такой вывод. Я не знаю. Конечно, я могу ошибаться. Но мне кажется, если бы я свой YouTube-канал с мукбанками начала бы сейчас, в 2024 году. Я бы, наверное, не смогла набрать такую аудиторию. Именно в плане мукбанков. Сейчас эта сфера только начинает развиваться здесь. У нас в Ассарпачане. Я смотрю... Я смотрю, что девчонки уже вовсю начинают снимать мукбанки. Неплохие просмотры у них. Неплохие комментарии. То есть, тихо-тихо начинает это все развиваться. Мой самый любимый десерт – это киндер-молочный ломтик. Это настолько вкусно. Обожаю. Это киндер-молочный ломтик. Потом время его сложно было найти. Сейчас я смотрю. В YouTube появляется очень много видео абитуриентов, которые поступили. Они рассказывают про свой путь, как они поступили. Я вот думаю, блин, жалко. У меня в этот период жизни не было YouTube-канала. Мне бы просто, честно самой, было бы интересно посмотреть на себя в тот период. Почему? Я с первого раза в универ не поступила. У меня просто был такой депрессняк. Для меня просто мир рухнул. Я настолько переживала. Я закрыла свои розовые комнаты. Не ела, не пила. И сидела целый день, плакала. Вот прикиньте, в этот период я бы сняла видео, где делилась своими впечатлениями, где делилась своими эмоциями. А сейчас бы, как интересно было бы пересматривать это. У меня был такой депрессняк. Потому что все поступили. Все, кто ходил со мной вместе к репетиторам, поступили. Единственное, я не поступила. Хотя нет. Еще одна девочка не поступила. Вы знаете, все там делились в инстаграме, тут, там. Я поступила, там. Я в этот факультет. Мне было не то, что завидно. Наверное, завидно. И даже у меня были мысли о том, что надо покончить с жизнью. Потому что все, я неудачница. Это позор. Все будут спрашивать, а как я буду им отвечать. Я в этот период просто решила ни с кем не общаться, никому не отвечать. Потому что меня ранило то, что я не поступила. И они там вовсю отмечают, куда-то едут отдыхать. Кто на бесплатно, кто на платно. Я просто никуда. Я, наверное, где-то неделю проплакала. Вот абсолютно честно вам говорю, для меня это была, наверное, самая большая травма в моей жизни. Сейчас я понимаю, какой же я дурочкой все-таки была. На этом все, мои хорошие. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю. Пока.